Всем добрый день! С вами Евгения. Сегодня я хочу с вами поговорить о мульче. Мульчировать или нет? Вот в чем вопрос. Давайте разберемся в плюсах и минусах различных видов мульчи для вашего сада и огорода. Мульчирование можно смело называть мировым огородным трендом. Идею укрывать грядки различными материалами агротехники подсмотрели у живой природы. Только вспомните, нетронутый лес, деревья и кустарники, надежно укутанные в мягкое одеяло из опавшей листвы и хвои. Зачастую мульча ошибочно рассматривается как панацея от всех огородных бед. И растение от засухи защитит, и хозяина от прополки освободит, и качество почвы улучшит. Казалось бы, сплошная польза. Однако не всякая мульча хороша для вашего огорода, особенно в чрезмерных количествах. Давайте разберемся в видах мульчи и ее предназначении. Полезная для огорода мульча должна выполнять следующие функции. Удерживать влагу. Стабилизировать почву и препятствовать ее эрозии. Задерживать рост сорняков, выступая альтернативой химическим гербицидам. Повышать биологическую активность в почве, являясь питательной средой для микроорганизмов. Обогащать почву минеральными веществами за счет медленного разложения. Со временем улучшать структуры почвы при условии правильного применения. В идеале иметь привлекательный вид и не нарушать целостность ландшафтного дизайна вашего участка. Что подходит на роль хорошей мульчи? На самом деле вариантов достаточно, но любой вкус и кошелек. Ну и начнем, пожалуй, с соломы. Некоторые огородники не используют солому в качестве мульчи, опасаясь, что она начинает преть. Да, она действительно задерживает влагу, но начинает гнить только в теплице. Почва, укрытая соломенным покровом, становится рыхлой, хорошо дышит, не требует частого полива даже в засушливое лето. Можно забыть про тяпки и культиваторы. Соломой можно укрывать ягодные и овощные грядки. Во время сильных дождей соломенная прослойка защитит плоды от контакта с землей, а значит и гниение. А вот с кустарниками лучше не переусердствовать, если укладывать солому слишком плотным слоем. Это замедлит рост молодых побегов. Хвойные иголки или хвойный опад. Сложно придумать более природный вид мульчи, чем опавшие хвойные иголки. Если на вашем участке растут сосны или ели, считайте, что вам крупно повезло. Правда, есть один важный нюанс. Зелеными хвойными иголками нельзя мульчировать молодые и активно растущие растения. В свежих иголках содержится терпен, который тормозит развитие ростков. А вот в коричневых, то есть в сухих иголках, этого вещества уже нет, поэтому они абсолютно безопасны. Опавшая листва. Сколько сил мы прикладываем осенью, чтобы очистить сад от опавших листьев. А зря. Листва – отличная зимняя шуба для многолетников. Кроме того, лиственный покров защищает почву от пересыхания и эрозии и способствует размножению земляных червей. А в следующий раз, когда окажетесь в лесу, попробуйте приподнять слой опавшей листвы, земля под ним живая в полном смысле этого слова. Гравий. Конечно, мелкие камушки не повышают биологическую активность почвы, зато незаменимы в дождливых районах, так как защищают почву от вымывания. К тому же гравийная мульча прослужит вам не один год. Очень выгодное вложение. Тунга. Это натуральный материал, естественная защита и удобрение. В природе шишки падают под дерево и становятся питательной средой для него. Постепенно отдавая все полезные вещества в землю, защищая корни от пересыхания и морозов, человек же шишки собирает, чтобы получить орех. А оставшиеся при дроблении шишек чешуйки становятся отличным материалом для укрытия почвы вокруг растений на приусадебных участках. Причем именно такой материал лучший для приствольных кругов хвойных растений, так как он создает необходимую для них кислотность почвы и позволяет разрастаться в почве нужным им для полноценного питания грибницам. Тунга обладает антибактериальным эффектом и отпугивает насекомых вредителей. Содержащиеся в шишках вещества хорошо обеззараживают почву и воздух, создавая в саду оздоравливающую атмосферу для растений и людей. Кора хвойных деревьев Кора сосны и лиственницы идеально подходит для использования в качестве мульчи. Это натуральный, экологически чистый материал, который хорошо разлагается и способствует дренажу почвы, делая ее более влагой и воздухопроницаемой. Кроме того, она имеет благородный темный цвет, который не теряет насыщенности под воздействием дождя и солнца. Ее легко найти в продаже и стоит она вполне разумных денег. Подходит для мульчирования приствольных кругов, деревьев и кустарников, а также грядок и клумб. Имейте в виду, что просто купив мульчу и насыпать ее под деревья – это неверный ход. Правильное применение мульчи подразумевает соблюдение правил. Не нужно проводить работы после полива или дождя. Верхний слой должен обязательно подсохнуть. Трамбовать нельзя. Необходим ровный и рыхлый слой. Толщина зависит от состава грунта. На глинистых грунтах достаточно 20 мм. На прочих – от 50 до 100 мм. До отсыпания пропалываются сорные растения. Почва разрыхляется и перекапывается. После обработки материал медленно перегнивает. И скорость разложения зависит от плодородия почвы. Чем выше уровень питательных элементов, тем быстрее идет процесс. Для повышения плодородности грунта перед отсыпанием мульчи вносят удобрения. Сульфат калия, суперфосфат, карбамид, компост 5 кг на метр квадратный, торф 2,5 кг на метр квадратный, перепревший навоз или по-другому перегной 3-4 летней давности из расчета 5-8 кг на метр квадратный. Длительность использования такого слоя достигает 4-5 лет. В этом плане мульча из коры лиственницы превосходит аналоги. Например, сосновый материал может использоваться не более 3-4 лет. Плохой материал для мульчирования. Это древесная щепа или опилки. Не стоит укрывать свои грядки свежими отходами лесного производства. Опилки годятся для внесения в почву и мульчирования лишь после того, как полностью перепреют. Чтобы использовать древесную стружку или щепу в качестве мульчи, придется выдержать их года 2-3. Не подходит и для мульчирования кора деревьев твердых пород. Годится она только для мульчирования в том случае, если ваша цель задержать рост сорняков и предотвратить вымывание почвы. В остальном она не несет никакой пользы для сада и огорода. Частички склеиваются, образуя на земле плотную корку. Да, и такое бывает. Некоторые огородники покрывают свои грядки мульчой из резины. Возможно, это хорошая идея повторного использования старых автомобильных шин, но экологичной для огорода ее точно не назовешь. Пленка из панбонд. Мульчирование огорода пленкой и с панбондом допустимо в исключительных случаях. Зачастую этим материалом покрывают грядки при выращивании культур для коммерческих целей. Этот вид мульчи блокирует рост сорняков, но одновременно ухудшает воздухо и влагопроницаемость почвы. Мульча из сена. В отличие от соломы, сено не стоит использовать для мульчирования грядок и клумб. Сено – переносчик семян сорняков. Что произойдет с вашим огородом, благодаря такой мульчи, описывать, думаю, не стоит. К тому же сено быстро начинает преть под воздействием влаги. Ну и давайте подытожим. Выбирая вид мульчи для своего участка, важно помнить, что использовать ее стоит с осторожностью, тщательно выбирая материал шубки для грядок цветника. Когда выбор стоит между здоровыми растениями и огородом, который не нуждается в прополке, всегда выбирайте первое. В этом случае ваши грядки и клумбы отблагодарят вас завидным урожаем и красивым цветением. А на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных покупок для ваших прекрасных садов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!